Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале! Сегодня долгожданная пятница и я хочу показать, как сделать такой необычный осенний бант. Необходимые материалы, рассчитанные на один бантик, вы видите на экране. Приятного просмотра! Берем отрезок красной ленты, намечаем середину и складываем ленту, как показано на экране. Внешние уголки ленты должны быть на одном уровне. На данном этапе необходимо закрепить ленту в четырех местах на терморезке или с помощью зажигалки. Складываем полученный треугольник пополам и фиксируем. Далее необходимо вывернуть лепесток, как показано на экране, и зажигалкой заострить уголок, слегка поднося его к пламени и быстро прижав пальцами. Изготовим еще три таких же элемента и отложим их в сторону. Приступим к острым вывернутым лепесткам. Квадрат ленты 5х5 см сложим в треугольник два раза. На третий формируем лепесток. Зажимаем пинцетом, как показано на экране. Обрезаем лишнее и спаиваем на терморезке или с помощью огня. Далее необходимо вывернуть лепесток. То же самое повторим с квадратами оливковой ленты 4х4 см. Далее необходимо вывернуть лепесток. Теперь сделаем 4 многослойных лепестка. Для этого заготовим по три детали каждого цвета, дважды складывая квадраты лент в треугольники и фиксируя их на терморезке или с помощью зажигалки. Подготовим булавку с бусиной или ушком. Накладываем каждую заготовку друг на друга, смещая вниз на 1-2 мм и чередуя цвет. Под углом пронизываем булавкой все наши заготовки. И теперь сворачиваем их в один многослойный лепесток так, чтобы все слои лент лежали на одном уровне. Обрезаем лишнее и спаиваем. Вытаскиваем булавку. При необходимости расправляем лепесток. Обрезая донышко лепестка на терморезке, притерживайте все слои лент левой рукой, а пинцетом не передавливайте лепесток. Подготовим основу для будущего бантика, в моем случае это резинки для волос. Вы можете делать, например, ободок или повязку с таким же бантиком. Складываем пополам фетровый круг и делаем два надреза. Продеваем репсовую ленту и подклеиваем ее к фетру с одной меньшей стороны. Теперь обернем тем же репсом резинку, фиксируя клеем. Выводим ленту через второй надрез и подклеиваем, обрезав лишний край. Отложим заготовку в сторону. Из кружева сформируем бантик. Наметив середину отрезка, подклеиваем к ней каждый край кружева. То же самое и со вторым отрезком. Приступаем к сборке. Многослойки, как вы непременно догадались, нужно совместить с красными лепестками. Наносим клей на торцы донышка многослойки и аккуратно вклеиваем их. Теперь соединим по два полученные элементы. Соберем лилию из пяти вывернутых желтых лепестков. Клея наносите небольшое количество и только на самый край лепестка. Чтобы лилия сильно не выпирала, немножко подрежем низ и оплавим его. Перейдем к оливковым лепесткам. Клей наносим на спаянный торец и располагаем лепестки, как показано на экране. Обратите внимание, четвертый и пятый лепестки подклеиваем ниже, загибая вниз края. Соединяем обе части с лилией. И подклеиваем к ней оставшиеся оливковые лепестки. Добавляем кружево. Заготовку с резинкой. И с помощью клея титан вклеиваем красивую серединку в центр. Осенние бантики готовы. А если вам понравился мой мастер-класс, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх и не забывайте делиться впечатлениями в комментариях. А свои работы по моим урокам загружайте в альбом группы ВКонтакте по ссылке в описании. А с вами была Мария. До встречи в следующую пятницу в новом мастер-классе. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok